Граф Альмавилы — это партия и вокально сложная, и чисто физически. Она местами доходит до каких-то акробатических трюков. А насколько тебе комфортно именно в этом плане? Мне очень нравится и в вокальном, и физически. Иногда, конечно, запыхиваешься, но это сбиваешь дыхание. Это не страшно, это со временем, просто после нескольких репетиций уходит. Но мне очень нравится. Какой у тебя любимый эпизод в «Севильскому зарюльнике»? Пока любимый эпизод — это последняя ария у меня. Вторая, во втором акте. А она чем тебе нравится? Содержанием или сложностью? Ощущением. Когда ее исполняешь, ощущения просто какие-то такие особенные. Чувствуешь себя героем-любовником? Не знаю, скорее как-то такой фонтанирующий такой человек. Ну, то есть она подпитывает как-то эмоциональность? Безусловно. А какой у тебя любимый персонаж в «Севильском зарюльнике»? Ну, кроме своего. Наверное, он все-таки фигара. Потому что он обаятельный такой. Все может, все умеет. Самое главное — обаятельный. Он самый обаятельный в этом опере. Ну, скажи немножко пару слов о работе с партнерами по сцене. С кем тебе комфортнее всего работать? А вот хотелось бы отметить, вот именно с кем тебе уже довелось по работе в «Севильском»? Ты знаешь, мне комфортно со всеми работать. Ну, и с этим составом, конечно, тоже особенно комфортно. С этим это иметься... Это с Костей и с Надеждой. Ну, и с Владимиром, конечно. Так, ну и последний вопрос, что тебе нравится в «Севильском зарюльнике»? Почему ты мог бы посоветовать его посмотреть и послушать в нашем театре? Что конкретно мне нравится, так это сама музыка, сама атмосфера, такое веселье, курьезов постоянных. А почему посоветую посмотреть? Потому что это не столько вокально, сколько уже драматическое. Драматический спектакль, драматическое произведение. Причем с огромным уклоном в комичность. Вот. И поэтому советую, здесь нет стабильных, здесь нет таких постоянных сцен. Здесь не бывает скучно. Именно поэтому советую посмотреть.